дорогие друзья с вами школа вязания лорейн волхарт я хочу поблагодарить вас за многочисленные отзывы на предыдущие видео по теневому жаккарду на машине брайзер и по вашим многочисленным просьбам мы сегодня для вас решили записать видео по теневому жаккарду на машине сильвер есть отличие поэтому внимательно смотрим и повторяем положение игольницы H точно так же как и с машиной брайзер не забудьте об уплотняющей ленте и здесь я вам хочу подсказать небольшой нюанс у меня сломалась уплотняющая лента испортилась на сильвер я решила попробовать уплотняющую брайзеровскую ленту на машине сильвер и вы знаете она также отлично работает хотя они принципиально разные но тем не менее прекрасно работает выполняет свою функцию используемая пряжа у меня 800 метров на 100 грамм плотность 00 выполняет обычный набор в каждую иглу все его в работе подвешиваем грузы и есть нюансы с грузами на машине сильвер тоже отличие от машины брайзер грузов для сильвер потребуется больше это будет связано с тем что на машине сильвер основная нагрузка придется именно на нижнюю фонтуру и вы сейчас увидите почему для того чтобы установить круговой ряд на перфокарточной машине сильвер включаем ручку выбора узора на одно деление влево от 0 и теперь определяем в какую сторону верхняя каретка будет не провязывать на перфокарточных машинах для этого служат вот эти боковые рычаги при нажатии левого бокового рычага каретка не будет провязывать справа налево провязываем 2 круговых ряда после чего вставляем перфокарты я буду использовать для того чтобы все могли попробовать стандартную перфокарту машины сильвер это перфокарта номер 17 перфокарта может быть использована для рисунков типа панч лист либо для однофонтурного жаккарда вставляем перфокарту в гнездо прокручиваем провязываем первый считывающий ряд рычаг опущен правый красный рычаг от перфокарты опустите вниз до упора опущены вниз этот рычаг будет удваивать ряды перфокарты то есть каждый провязанный ряд будет удваиваться что нам и нужно отключаем полностью на нижней каретке круговое вязание на нижней каретке установим плотность со значением вдвое больше чем на верхней при опущенных вниз рычагах вроде бы опущенные вниз рычаги обозначают направление кругового вязания но с другой стороны при опущенных вниз рычагах каретка абсолютно не будет считывать перфокарту и соответственно ее провязывать мы вводим эти рычаги в работу но оставляем в позиции кругового вязания ручку выбора узора и так здесь плотность 6 здесь плотность 3 и еще раз обратите внимание на положение боковых рычагов в этом положении узор провязываться и считываться не будет рычаги подняты при работе на машине silver рисунок лицевая сторона рисунка та которая сейчас обращена к нам и обратите внимание на положение игл работа начинается и заканчивается иглами нижней игольницы также для машины silver я использую грузы семерки по бокам обратите внимание каждый ряд перфокарты провязывается и удерживается на два ряда периодически перевешивайте грузы семерки мне бы хотелось обратить ваше внимание вот на что посмотрите почему нужны грузы именно на silver узорообразующим у нас сейчас является нижней игольницы несмотря на то что отбор игл происходит на задней выпуклые формы которые создает именно нижняя игольница сейчас посмотрите сколько здесь рядов относительно не провязанных рядов верхней игольницы саму перфокарту я закрепляю клипсами не сразу как начинаю вязать достаточно позже когда какое-то количество перфокарты уже провязалась мне удобно ее закрепить таким образом небольшая но экономия времени происходит если вам нужно нужно сделать расчетный образец если вам требуется дополнительно оттяжка либо вы хотите оттяжку перенаправить используем кордовую нить кордовую нить пропускаем по рабочим иглам натягиваем полотно этот способ можно также кстати использовать и при валиковых переплетениях особенно когда вы выполняете большие валики и можно обратите внимание либо держать кордовую нить создавая оттяжку просто рукой можно ее завязать и подвесить здесь груз что ж мы привязали наш образец включаем утюг и давайте поговорим о том как настроить плотность я вам сказала о том что плотность у меня 6 3 на метраж пряжи 800 метров на 100 грамм это не значит что каждый раз когда вы возьмете метраж пряжи 800 метров на 100 грамм у вас будет именно такая плотность возможно у вас будет плотность 4 2 возможно у вас будет плотность 7 3 с половиной возможно у вас будет плотность 7 3 на самом деле чем меньше в данном случае будет плотность на задней игольнице или на основной каретке тем красивее тем более рельефным будет рисунок вопрос в том сможет ли это провязать машина когда я делаю машинную пробу я подбираю плотность таким образом чтобы машина была в состоянии без напряжения провязать этот рисунок пока у меня греется утюг мы по переключаем по одному значению плотности и найдем минимальное уплотняющая лента у меня стоит это важно она должна стоять если она у вас не будет стоять этот рисунок будет вязаться постоянно с браком или со сбросом пока как видите вяжет но сейчас еще судить рано нам нужно дойти до участков лепестки там где идет большое количество непровязываемых рядов по задней игольницы и тогда будет понятным справляется ли это плотно то есть вы видите справляется и на 2 и 2 еще уменьшаем плотность при этом плотно здесь оставляя то есть как видите плотность даже не 6 и 3 а плотность уже 6 и 2 и 1 еще раз перевесим груза семерки я постараюсь вам показать насколько плотным получается валик на нижней игольнице для такой работы пряжа должна быть хорошо про профиль в этом случае вы сможете добиться максимально рельефного результата и доведем плотность до двойки по двум пяти рядам никогда не судите о плотности провяжите самые сложные участки рисунка в данном случае самыми сложными являются те где наибольшая нагрузка приходится именно с провязыванием валиков которые и создают этот самый эффект теневого жаккарта как видите на плотности 62 моя пряжа тоже вяжет хотя перед этим я вязала образец из другой пряжи с гораздо большим метражом и на плотности 62 отказывалась каретка вязать я вам покажу что значит отказывалась вязать например ну уменьшим для этого еще плотность вы знаете это пряжа вяжет и на плотности 61 и так еще раз для чего нужна эта разница в плотности нижняя каретка у нас вяжет на плотности 6 каждый ряд провязывается верхняя каретка провязывают выборочно по перфокарте то есть происходит спрессовывание за счет чего получается рельеф то есть мы получаем рельефный одноцветный жаккард соответственно чем меньше плотность на задней игольнице и чем больше значение плотности на передней тем больше рельеф вы получите поэтому вопрос какую устанавливать плотность я считаю некорректным и неуместным окей выбранная мной пряжа вяжет прекрасно и на плотности 6 на 1 я экспериментировала с этой пряжи вместе с вами что же давайте смотреть что получилось посмотрите вот эти последние моменты которые мы делали на плотности 61 посмотрите насколько крутой действительно крутой рельеф и здесь рельеф гораздо меньше начинали мы с плотности 63 и дальше шли вы помните постепенно убавляя плотность на нижней игольной для теневого жаккарда разница в двое это минимальная иначе он просто не имеет смысла вот здесь разница минимальная 63 я вам приводила пример что например с пряжей даже большего метража может плотность 61 и не выйти например вот здесь у меня альпака 1000 метров на 100 грамм она не позволяет сделать диапазон таких плотностей просто не позволяет отпариваем мы также по изнаночной стороне итак нам нужна была дополнительная игла на нижней игольнице для того чтобы получить ровные края это первый момент а второй момент с вами была школа вязания лорейн вухарте если вы все еще не подписаны на мой канал обязательно подпишитесь иначе вы не узнаете множество тонкостей и нюансов в машинном вязание и не только ставьте лайки пишите комментарии под этим видео для того чтобы провоцировать меня на новые интересные новинки на новые видео и всего вам доброго спасибо за просмотр!